Так, а я тушки рыбки разделала на филе. Остались такие косточки с мясом, ну с рыбой, да. Я помню, да её она там лопает, видите, с удовольствием. Короче, тут было три рыбки, я их разделала на филе, посыпала вот такой приправой камеск рыбе. Сейчас посолю и буду в духовку ложить. Значит, на каждый кусочек я сейчас протушу в сковородке шпинат, вот, и на каждый кусочек я буду ложить шпинат и сыр. О, блин, у меня сыра нету. Так, значит, приготовлю я это блюдо, ну, я его положу на противень, всё приготовлю, а когда схожу в магазин, потом доготовлю его. Шпинат сейчас главное мне надо будет протушить. Кошка всё съела, сейчас ещё дам. Пума, на, ещё. На, Пум, иди ещё кушай. Иди, иди. Кушает она, слава Богу. А то кроме бычков из рыбы она ничего не ест вообще, не красную рыбу. Это я, кстати, селёдочку расчистила, сейчас уберу в холодильник. У меня тут бардак, вы не обращайте внимания, всё надо будет поубирать перед морем, поскладывать. Короче говоря, всё. Такое будет у меня блюдо. Здесь у меня ещё крылья в мойку я положила, ну, филе, вернее, плечевая часть крыла. Не знаю, посмотрю. Сейчас или заморожу на... Ну, оно не было замороженное. Либо заморожу на море, заберу, либо на море докуплю. Я, типа, жарю, наверное, всё-таки в крахмале и муке, как жарю. Потому что, сегодня девочки приедут, надо наготовить на несколько дней еды, надо сходить в Ашан и надо поубирать в квартире, потому что в квартире просто капец. Шерсти на полу полно. Надо попылесосить, вымыть пол, короче. Потом на днях надо маме занести все цветы, кроме орхидеи. И морскую свинку оставляю своей маме. А, и улиток, вот. Точно. Всё. Буду сейчас заниматься. В процессе вам буду, что буду успевать снимать. Так, добавила я сюда подсолнечное масло ещё, чтобы оно не сильно сухая. была рыбка. И замариновала крылья. Плечевую часть. Добавила приправы, соевый соус и масло. Вот. Сюда тоже соевый соус добавила. Вот такой. А, у меня терияки. Соевый закончился. Всё. Пусть постоит, маринуется. Потом буду готовить, когда освобожусь. Так. Нанесла вторую маску после той. Такая маска-плёнка от Vitex. Ну, вот. Сюда на плещик нанесла. Ну, короче, на Т-зону, на зону подбородка. Вот. Хочу почистить поры хорошо. Как раз та глиняная вытягивает хорошо. И это должна почистить. И на сковородке. На сковородке припушиваю шпинат. Вот. Буду на каждый кусочек рыбки ложить. И сыр сверху. Может быть, ещё помидоры кусочек. Сейчас смотрю. Сейчас шпинат выключаю. Но долго не надо. Так. Разложила на рыбку шпинат. Вот. И потом, когда скуплю сыр, ещё сыр. Тут было чуть-чуть икры. Я её тоже положила. Когда будет сыр, потом положу сыр. Вот. И буду запекать. Ну, сначала я запеку в духовке. И потом... Хотя, наверное, неправильно я сделала. Надо было же рыбку запечь. А потом уже шпинат и сыр ложить. Ладно. Сыр в конце буду ложить, когда рыбка приготовится. И, может быть, ещё помидорки. На каждый кусочек. По кусочке. По кусочку помидорки. Вот такое будет у меня вкусняшка. Думаю, что будет очень-очень вкусно. Может, кто-то уже такое делал. Напишите мне в комментариях. Ну, я такое себе в голове придумала. Решила приготовить. Так. Я в Айкики. Мерю платье. Такое вот. Ну, большое оно у меня. И цвет мне не нравится. Не очень, короче. Следующее буду милеть. Такое следующее. Тоже большие. Надо сорок шестой. Смотрится неплохо. По-моему, красное. Такое платье пула. Ну, неплохое. Конечно, покороче бы. Мне кажется, вот так бы. Мне бы лучше. Ну, и цвет красный. Мне как-то не очень. Именно в этом платье мне не очень. Не знаю, какое я бы взяла. Черное. Может, любое. Что-то красное. Так себе. Ладно, сейчас подумаю. Опять это зеленое меряло. Сейчас еще буду такой комбезон мерить. Такой комбезон. Это ты, Виталий? Да. Все, Ань. Мы забрали детей из лагеря. Вероничку и Виталинку. Дождь идет. Мы сейчас где-то, не знаю. Ирпень. Нет. Не Ирпень. Мы у него не проезжали. Короче, где-то уже на выезд Киева. Муж пошел в АТБ. Купить пиво. Дочка чипсы захотела. Я суп попросила. Виталинка спит. А, не видно. Дождь идет. Капец. Сейчас. О. Видно меня. Короче, Виталинка заснула. Спит. Хрюсочка моя. Космичный планктон у них назывались эти. Космические планктоны. Отряд у них назывался. Так что планктон спит с сумкой. С сумкой с этой она не расставалась. Я сижу, купила в Виталинке такие резиночки с зайцами. Смотрите, какие классные вообще. У них цена 15.90. Такие магазинчики. Типа фикс прайса. В этом. В России. Тайчики. Они пушистые. Прикольные. Были разные цвета. Но я взяла белые. Вот. Еще много чего накупили. Купились на море. Купили. Ой. Куда их положить этих зайцев? Купили. Еще мясо не все купила. Завтра буду докупать. Послезавтра мы уезжаем на море. А завтра мне надо к ломрачам успеть. Короче, девочек забрали. Все. Едем домой. Так. Ну. Мы приехали домой. Забуду. Тут что-то на столе. Свет, конечно, вечером плохой. Снимать плохо. Но я хочу закончить этот срок. Чтобы утром вам его положить. Сейчас я беру. В квартире как по хрому поста. Так. Кстати, я сессию не заколочку купила. Такой вот. Красиво очень. О. Не помню, сколько стоит. Там две Виталини заколочки. Вернее, резиночки. Которые я вам показывала. Так. Синяшан. Ну, взял себе. Ну, или себе, или кому-то. Не знаю, у нас наушники. Да. Больная тема. Вот такие наушники. Они беспроводные, блютузовские. 400 гривен. Звук вроде неплохой, качественный. Короче, вот такая фирма. Кому надо, идите берите. Дальше. Я буду хаотично показывать, потому что брали много. Магазин Эпицентр, магазин Айкики и Ашан. Ай, по-моему, еще этот АТБ. Покупок очень много. В Ашане я купила картошку молодую для пирожки. 18 гривен. На море взяли масло. И оно будем на море забирать. Все вещи забрали? Нет. А что там еще осталось? Кофта, футболки, которых я и не видела. И носки. А какие там футболки? С бабочкой? Розовая? У нас бабочка есть. А какая? Синяя? Рубая. С кружевом. Помню, что какая-то кофточка синяя осталась. Какая синяя? Накидка? Эти легендсы с леопардом остались. Она их не носила? Нет. Вроде нет. Так, ладно, хорошо. Кошки наполнитель взяли. Кошка остается тут в Киеве. О, мне еще завтра надо пойти купить собаке корм. Свинки взяла два огромных сила. Мама, это сольная или светлая? Можешь светлая не бросить. Вот таких два больших по 35 бивен. Завтра свинку понесем моей маме. Еще одну взяла на цепь из кучи. Ну, останется, не страшно. Так, что тут еще у меня? Еще. Мы в сутки полотенца на море берем. Так. Что мы купили в Ашане? В Ашане корм кошки еще взяла. Сыр Гранде это кушать нам. Два лимона. Лимоны поедут на море, потому что там как-то не очень с лимонами было те годы. Ну, а мохито я там часто делаю. Чай с лимоном. На что стоит? На хлопок? Там на что стоит? Нет, на хлопок нет. На сельдяйте. Сколько там время показывают? А что, это первый старт нажать? А, Вероника, нет, не старт. Ладно, я сама. Нет, это не то. Так, дрожжи тоже с нами едут. Может, там пирожки буду делать. Они много времени не займут. Сыну наушники взяла, потому что он все убил уже. Это сыр. Мне надо для приготовления еды. Новый соус взяли. Вот такой вот манго. Чумак, кисло-сладкий. Сейчас я его попробую. Может, он, кстати, похож на Ашановский. Ой. Такой вот желтенький. Вероника, иди соус попробуй. Так, дальше. Видим, взяла на море или в дорогу. Мишки. Поверью, где он был и по скидке. Это все на. Это все для моря, скорее. Не, не все для моря. Гриль. Приправа для шашлыка. Мяту дома оставлю. Розмарин возьмем с собой. И сухари возьму с собой, потому что в том году сухари там проблемы будут купить. Так, вот, кухню. Это все. Так, вот, сюда. Дальше. Вкусный соус, но только, по-моему, корица чувствуется сильно. А так, хорошая. Наверное, еще один кушаю. Неплохой. Мне нравится. Так, хорошо. Дальше. Дальше взяла вот эти все ракушки. У меня черепашки. Они тоже на море поедут. И 2 кг сахара. Это я закладываю на море. То, что мы забираем. Так, дальше. Стружка на вкус свинки. Пока вот мягкая. Батон просто домой. Хлеб. Потому что хлеба нету дома. Четверть украинского. И 2 упаковки. Упаковки таких булочек для гамбургеров. Это у нас в поезде делаются. Блые гамбургеры. Ой, бульчашки. Это на выброс. Следующий кулек у нас. Следующий кулек. Кстати, в Ашане я скупилась на 1400 гривен. Для бургеров взяла говяжий фарш. По 120 гривен за килограмм на 50 гривен. И при упаковке вот таких сарделях. Пару. Кременчик мяса. Хорошее. Ну, 100% мясо. По полкило. Наконец-то стали делать маленькими упаковками. Здесь полтора кило. Две упаковки заберу на море. Одну тут съедим. Или в заморозке будет валяться. Дальше. Дальше мосток. Так. Это на море блендомет. Фиолетная бумага. Мокрая. Две. На море удобно очень. Еще одно лезвие. Так. Мыло такое вот домой. Это бальзам после бритья. У нас такой брали уже. Это Ашановский. По-моему, дешевый. Он кожан день или что. Не знаю, что это фирма. Мы с распрыскивателем брали. А это как бы запаска надо вылить туда. Потом вот такой гель для душа. По-моему, 18 гривен стоил. Неплохой запах. И написано с ментолом. Такой вот. И. Держи еще один гель для душа. Странно. Пакеты. Биопакеты, которые разлагаются. Взяли для моря. Клинки. Такую вот стирачку. Мне сочетание цветов понравилось. Оно мягкое. Потом кулечки для какашек, для собак. Для животных. У меня такие есть. Мне нравятся. Они хорошие. И они переработаны из старых. Ну, из полиэтилена переработаны. Не знаю, они не разлагаются. Но они с переработки идут. Галу. Такую с мандаринами. Апельсин. На море взяла. И вот этот гель для душа. Космия. Мой любимый. Хочу понюхать его. Шикарно. Так, это все на море едет. Постой, ты выклини коробочку. Уж меньше места занимало. Оп. Это все на море. Так, дальше. Идем дальше. Смотреть. Так. Такое мыло хозяйственное отбеливающее. Для моря взяли стирать там. Во-первых, попробуй соус новых в этом. Нарту. Кинь в кульки. В холодильник. И подойдешь сюда. Потом мыло. Такое взяли. 26 гривен. Или 25. Так оно по 35. Это по скидке было. Но в итоге пробили по 36. Еще 10 гривен пришлось не возвращать. А в эпицентре оно все по 25. Любой запах. Короче, такое антибактериальное. Чипсы. Это уже вот тогда брали, да? Вот тогда такие по скидке чипсы. Это куда-то просто было? Да. Прошло. Да? На. Только не спать в них. Это можешь кулек разбирать полностью. В шоколад какой-то. Я не знаю, Вероника, где. Тут в кульке, да? Да. Сейчас. Так, Виталинке взяла стакан такой, не проливайка. Потому что у нее в школе то ли лопнул, то ли украли. Не помню. Покажи гараж. А? Покажи гараж. Какой гараж? Там, в плане гараж. Да, там. Так, еще корм кошачий. Такой взяли собаки попробовать. Но это так, чисто попробовать. Не знаю, берут, говорят, хорошие. Кошки взяла вот такой с курицей и с этой говядиной. И вот этот корм наверх, кошачий. И вот этот тоже став. Ты видишь, как он там стоит ровненько? Да, кисто. Так, кисто дальше. Это, наверное, в центре еще кошки корм к кроликам. Доберешь еще корм? Так, сыр косичка. Да. Горошек я хочу шубу приготовить. Корм для морской свинки. И корм для попугая. У нас, кстати, сбежала одна улитка. Теперь мы не знаем, где ее искать. Так. Спички. Так я же брала спички. Спички для моря взяла целую пакульку. Пусть будет он не туда. Так, сок. Это я захотела мне. Купил муж в АТБ. Так, сок в холодильник артурный. Артурки, шоколадку. Да, он открытый. Еще пакеты из Ашана. Вот. Здесь ханьяк. Я так поняла, это на море. Муж купил маленькие они. Ноль двадцать пять. Короче говоря. Ну, удобно. Маленькая улочка. Нет. Пиво вот такое немецкое взял муж. Вот. Чисто немецкое. Тут еще есть, но я не буду показывать. Это Леночки. Чупа-чупсу такой с жвачкой. Наша спит у коленка. Потом вот такие гренки. Сухарики. А, вот еще. Это, наверное, Вероничка все купила. Живинка, йогурт, манго, ананас. Поставь в холодильник. Пожалуйста. И у нас выпала сетка. Не помню, я говорила или нет. С окнах разбилась. И муж ее будет делать. Он купил вот такие уголки. В эпицентре. Чего мы туда и пошли. После Ашана в эпицентр. Будешь туда аккуратно вот так положить, чтобы я-то завтра взял. Так. Вот этот кулек, Артур. Давай, наверное, там став на пол возле того кулька, который стоит. Вот там, в салоне под цветком. Так. Так. Вот они такие снеки, бекон взяли. Ну, не знаю, муж взял попробовать. ВТБ. Хочешь попробовать? Это обычная, не упаковку просто поменяли. Эти которые по 40 гривен? 17 или 12 гривен. Это те? Да. Не знаю, те, не те. А, еще малышами взяли упаковку туалетной бумаги. Я всегда ее беру, хорошая бумага. Так. На, этот кулек на место. Нет, больше стал. Марина. Это типа по акции. Дальше. Дальше я пока шла в Ашан. А, да Виталинка вот такую черепашку сделала из легкого пластилина. Сначала она ее искала, думали украли. Но нашла потом. Так, купила виноград. Не помню почем. 25 гривен, по-моему, килограмм кишмиш. Но он такой, кисловатый. Не очень. Только ну чуть-чуть взяла. Вот. И больше килограмма персиков взяла. Очень вкусные, такие некрупные. Персик тоже по 25 гривен. Лоточек там у нас в переходе. Артур, не уходи, я вещи хочу сейчас, чтобы ты посадил. Потом я себе взяла вот такой кошелечек для мелочи. Он стоил 9,90. Я хотела черный там с ламинго. Но черного, черный замок, короче, расходился в конце. Вот. Чисто для мелочи. Он такой манюнички, видите. Вот. Взяла. Дальше. Дальше купила заколочки, виталинки. Вот такой обруч единорога. Он переливается с блестками. Это уже завтра. Кажу ей. Кстати, флаги намонтали. Сказали, не нужно им они. Они проиграли. Я так поняла. Повесь мои ключи на место. По-моему, они проиграли. Ну, по мажоритарке, я не знаю. Так, дальше. Что у нас тут еще? А, это виталиновый кольок. Это водичка у меня осталась тут. Понятно. Потом я разберу. Так, вайкики. Мы с мужем сходили вайкики там на Петровке. И очень там классные цены. Но было очень мало времени. Мы поуспели, посхватили. К Артурчику взяли вот такую футболку. Черную. С такой надписью. Нравится тебе? Ты же за рубашку говорила. Рубашку взяли тебе. А, три вещи. Ну, я забыла про футболку. Обязательно сейчас это выяснять. Футболка стоила 64 гривны. Со скидкой. Скидка большая. Аж 75%. Цена ее была 259 гривен изначально. Вот. Такую. Такую футболку взяли. Тут 2ХАС. Я еще не знаю, подойдет ли она. На, одевай сразу. Меряй. А то будет как с кофтой. Вернуть уже кофту я не могу. Потом взяли мужу футболку. Тоже 259 за 64 гривны. Вот. Единственное, что мужу не понравилось. Тут такой вот рукав. Он спущенный, как бы длинный получается. Но мы вот так 2 раза подкатим. Тут прихватим ниточками. Будет классно. У тебя? Классно. Отлично. Крутая. Мужу такой. А что там написано? Ну, вай. Артур, ты вот так вот горлышко берешь. У тебя все футболки растянутые. Так с факом красивая футболка и растянутая. Не уходи. Еще вещи будут. И вот такую мужу, короче. Футболку тоже классная. За 64 гривны, сами понимаете. Вот. Потому что там другую мерили. Мне ничего не подошло. Вы видели. Я показывала. Так. Дальше. Дальше. Опять носочки я взяла за 40 гривен. 39 гривен. Три пары. Вот такие вот. Зеленые с обезьяной. И какие-то там еще в конце. И просто серенькие. Короче. Стоили 100 гривен. Сейчас за 40 гривен взяли. Круто. Вот так. Да. И мне нальешь потом после себя. Следующее. Артурчик давно хотел себе черную рубашку. Сейчас я буду пить. Хорошо. Я увидела рубашку. Правда, она вот с таким горлышком. Ну, сейчас многие рубашки с таким горлом. У нас есть такая синяя. По-моему, точно такая же. Мне нравится вот такая рубашка. Короче. Короче, чисто черная футболка. Ой, рубашка. Вот такая. Здесь кармашек на пуговичке. И рукавчик здесь. Хочешь делай короткий, хочешь длинный. Он подкатывается и застеживается. Это очень удобно. Круто. Вот. Значит, размер здесь. Здесь эско. Значит, была цена 400 гривен. Стало 139 гривен. Вот. 65 скидка процентов. Я хочу, чтобы ты померил. Только не жирными руками. Можешь только одну пуговицу или две. Расстегни и одень через голову. Так. Следующее. Мужу взяли. Мужу взяли рубашку. Тоже очень крутую тенниску. Он давно хотел себе тенниску. Ну, такую более современную. Знаете, не классика с широкими рукавами. Короче, XL размер. Потому что здесь, как-то она называется, ультра-слим рубашка. Была она 459, стала 179. Вот. Вот такая вот классная тенниска. Очень красивая. Такого цвета небесно-голубого. С одним тоже кармашком. И с коротким рукавом. Рукавчик здесь вот такой подкатанный, как в футболке. Вообще крутая. Хочешь, в зеркало иди хоть посмотришься. Короче, вот такая рубашка. Очень красивая. Ее можно на выпуск носить. Она такая буклированная. Ткань вот такая вот. Состав. Очень похожий на лен. Но это, скорее всего, просто хлопок. Просто из-за структуры ткани. У меня там машинка стирает. Хорошо. Выключайте. Сейчас скажу состав. Нет, я вообще даже не хлопок. А, есть 35% хлопка и 65% полиэстера. Представляете? Прям на ощупь натуралка-натуралка. Ну ладно. Вот. Состав. В принципе, полиэстер хорошо, потому что не сядет. Ушпашка. Покажи шорт. Сейчас покажу. Надо же дойти до шортов. Сделал все круто. И сыну взяли шорты. Очень цена крутая. Я когда увидела, сначала там были трикотажные в кораблике. В середине? Да. Но я подумала, что в кораблике тебе не понравится. Угу. Короче, штаны-шорты стоили 419 гривен. Скидка 250 гривен. И стоят они 169 гривен вместе с ремнем. Цена сказочная. Вообще просто. Вот такие вот катоновые шорстики. Ремушок, как сейчас модно на колечках. Плюс полосочки. Все это модно сейчас. Такой вот каннибаль. Затянутые шорстики. Затянутые шорстики. Фиксируешься. В колечко в колечко. Вернее, через то и через то и затянут. И вот такие каннибаль. Катон тоненький-тоненький. Как брюки. Можно подкатить вот тут вот. Сейчас пойдешь померяешь. Размер 27. Мой это где-то 2XAS. Потому что там трикотажные мне понравились. Еще они маленькие были. Кармашки сзади. Кармашки впереди. И они темно-синие. Они мерят. Или тут мерят. Так. Я хочу посмотреть. На сегодня все. И так много всего за сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.